Здравствуйте, меня зовут Мария Богданас, я ученица 10 класса 116 гимназии. Я хотела бы задать вопрос. Какой государственный строй в мире самый распространенный? Отличный вопрос. Прежде всего, давайте разберемся в том, что же такое государственный строй. Под государственным строем часто понимают форму правления. Форма правления – это способ, с помощью которого люди приходят к власти, потому что, с одной стороны, власть может передаваться по наследству, это монархия, с другой стороны, власть может передаваться посредством выборов, и это республики. Монархий меньше, и все большее количество монархий похоже на республики. Монархий там не играет такую важную роль, как, например, парламент. Классический пример – это Великобритания. Республик очень и очень много, и они делятся на разные типы. Есть президентские республики, в которых президент имеет важные позиции и контролирует все политическое, все социальное, все экономическое развитие в стране. Классический пример президентской республики – это Соединенные Штаты Америки. Есть парламентские республики. В таких государствах парламент формирует правительство и оказывает более значимое влияние на развитие государства, нежели чем президент, глава государства, монарх и так далее. Такую форму правления, например, избрали наши соседи из стран Балтии, Латвии, Литвы и Эстонии. Есть смешанные системы, в которых и парламент, и президент оказывают влияние на работу правительства и, в принципе, на деятельность государственного аппарата. И надо сказать, что одним из примеров таких систем является Россия, другим примером является Франция. Они разные примеры, там по-разному действуют государства, но их объединяет то, что там существует и сильный парламент, и сильный президент. Количество государств в таких типах примерно одинаковое количество. С другой стороны, под государственным строем можно понимать форму государственно-территориального устройства, то есть способ, с помощью которого взаимодействуют друг с другом центральные власти и региональные, субнациональные власти. Вы знаете, что такое есть классическое деление на федерации и унитарные государства. Федераций мало, их порядка 20-25 в мире, унитарные государства все остальные. При этом, однако, все большее количество унитарных государств децентрализует свое управление, то есть приближается к федеративным. И это не просто так. На самом деле, институциональное устройство государств все время меняется. Политики и чиновники ищут способы, с помощью которых они могут управлять наиболее эффективно. И с этой точки зрения очень важно знать, каковы эффекты парламентских систем, президентских систем, федераций и унитарных государств. Еще под государственным строем вы можете понимать политический режим. Вы знаете, что есть такое базовое деление на демократические и недемократические политические режимы. Часто под недемократическими политическими режимами понимают авторитарные и тоталитарные государства. Так вот, тоталитарных государств совсем мало. В мире, может быть, сейчас их насчитывается один-два. Демократии чуть меньше, чем авторитарных режимов. Что такое демократия? Демократия – это такой политический режим, при котором общество реально оказывает влияние на деятельность государства посредством выборов, посредством референдумов, посредством общественного давления. В то время как в авторитарных режимах, недемократических режимах, такое влияние довольно сильно затруднено. В авторитарных государствах политическая элита находится довольно далеко от общества и не всегда прислушивается к общественным настроениям. Ответить на вопрос о том, каких государств больше, демократических или недемократических, сложно, хотя мы замечаем, что одни и те же государства могут менять свой политический режим в зависимости от самых различных факторов. Так вот, если вы посмотрите на эти три измерения – форма правления, политический режим и форма государственного территориального устройства, если вы проанализируете то или иное государство с позиций этих трех характеристик государства, в этом случае вы довольно много поймете о том, как работает государство. Вы много поймете о том, как живут люди в этих государствах. Вне зависимости от того, кто вы, просто ли вы приехали в ту или иную страну, или же вы бизнесмен, который принимает решение о том, инвестировать или не инвестировать средства в ту или иную страну, участвовать или в каких-то общих бизнес-проектах. Эти три измерения дадут вам много информации о том, как вести себя и насколько успешно вы можете в той или иной стране функционировать. Об этом же думают и политики, которые живут в этих странах и которые выбирают наиболее подходящие системы государственного строя для своего населения и для себя лично. Вот именно этому мы учим на нашей программе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!